Вы смотрите специальный выпуск программы Полюс, это пятая часть, и я представляю гостей, которые добрались до Полюса. Депутат парламента, представляющий партию социалистов Владимир Цуркан. Добрый вечер. И советник президента Сергей Мишин. Добрый вечер. Если позволите, больше для телезрителей, потому что, возможно, вы знаете. Я начну с новостей, которые только что пришли на ленту к нам. Во-первых, высказалась Румыния. Обращу внимание, что она высказалась отдельно от позиции Европейского Союза. Румыния призвала уважать волю граждан Молдовы, выраженную на парламентских выборах 2019 года в феврале. И призвала все политические силы уважать демократический процесс и волю граждан. Также они отметили, что граждане Молдовы нуждаются в согласованном политическом решении, которое обеспечит им процветание и продолжение реформ. Есть реакция президента Дадона на заявление Европейского Союза. Президент Молдовы Игорь Дадон приветствовал это заявление, принятый Молдавским парламентом, включая формирование правительства. И выразил готовность работать с легитимным правительством под руководством Майя Санду, за которое проголосовало парламентское большинство. В свою очередь хочу вновь подчеркнуть открытость и готовность администрации президента к слаженной работе со всеми ветвями власти, в том числе с парламентом и правительством. На этот час, кроме того, у нас есть реакция госпожи Санду, премьер-министра Республики Молдова. Санду поблагодарила ЕС, в свою очередь, за поддержку. Заявила, что мы приветствуем решение Европейского комиссара. И это еще один аргумент для предыдущей власти, мирно передать власть. Мы уверены, что в скором времени мы получим очередные слова поддержки от наших других международных партнеров. Господа, сложный был день сегодня. Мы весь день работали в прямом эфире, приходили новости. Мы понимали, что ситуация в стране, она на самом деле волнует наших граждан, потому что мы видели по количеству просмотров, по тому, какие вопросы нам задавали. Вот давайте так, к этому часу. Характеризуйте, что это, Владимир Иванович. Вы знаете, говоря об этом часе, я почему эмоционально, может быть, в начале передачи кто-то услышал, что я спешил. Потому что я действительно только что вернулся из района. Буквально, потому что люди позвонили с Юга Республики и говорят, Владимир Иванович, подъедьте, объясните. Мы были сегодня готовы по своей собственной инициативе, без всякого призыва, без ничего, возмущенные выехать туда. Причем, вы понимаете, люди, которые говорят, что мы готовы были без всякого призыва, возмущенно приехать, они ехали достаточно такие загруженные эмоциями. И мне поэтому пришлось выехать в район и просто по целому ряду сел и в районном центре мы переговорились с людьми. И я объяснил, дорогие друзья, во-первых, спасибо за поддержку, потому что они видели, наблюдали. При всем, при том дефиците информации, который, к сожалению, возник вчера при утверждении правительства, в силу чисто технических, казалось бы, причин, да? Потому что, начиная от того, что недостаточно освещения в самом парламенте, звуковое обеспечение и так далее, и так далее, все это затруднило и средства массовой информации, естественно, работать там и освещать. Но они, люди, очень приветствовали тот факт, что произошло вчера. Вы имеете в виду формирование правящей коалиции? Формирование правящей коалиции. Ну, давайте так, не будем называть это правящей коалицией. А как? А будем говорить о формировании временного сотрудничества. Так. Кстати говоря, это соглашение так и называется, соглашение о временном сотрудничестве. Значит, ну, здесь не важны слова. Главное содержание и действие. Потому что представители блока ОКУМ, они всячески уклоняются от понятия коалиция. Мы говорим о том, что да, мы готовы сотрудничать вместе. То есть, создали то самое необходимое большинство в парламенте, 61 голос, которое позволит, а, и позволило сформировать правительство, и дальше начать принимать те законы, которые считаем необходимыми. И правая сторона, то есть блока ОКУМ, и мы, фракция партии социалистов, партия социалистов считает необходимыми эти законы принять. Но здесь очень важно, наверное, все-таки еще раз отметить и подчеркнуть. Я именно это сегодня объяснял людям, что все то, что произошло вчера, это абсолютно законно и легитимно. И вписалось абсолютно в те сроки конституционные, которые предусмотрены Конституцией. Три месяца. Более того, я им сказал, кстати говоря, тот самый трехмесячный срок истекал сегодня. Сегодня 9 июня. 9 июня. Ну, я не знаю, мы, может быть, к этому не можем быть, а точно, наверное, должны вернуться. Ой, так много вопросов. Я думаю, что мы постараемся... Должны вернуться, потому что людям это надо понимать. Что все законно. А вы знаете, у меня такое возникает ощущение, что членам конституционного суда это не нужно объяснять. Мы понимаем, почему они такое решение приняли. Потому что они абсолютно показали свою ангажированность. Тут даже маломальски образованному юристу понятно, в чем разница между дни, как единица исчисления, месяц, как единица исчисления и годы. То, что предусмотрено в Конституции. Три разных точки отсчета. Дни для определенных событий и действий, структур власти. Месяцы и годы. Ну, вернемся, наверное, к этому вопросу. Да, мы сделаем все возможное, чтобы мы обсудили сегодня все важнейшие вопросы. Господин Мишин, ну, вам прежде всего слово по поводу сегодняшнего дня. Мы с этого начали. Ну, вы знаете, сегодняшний день еще раз показал, что то временное сотрудничество, как говорил коллега, вчерашняя заключенная, начало, наконец-то привело государственные органы в действие. То есть, что я имею в виду? Ну, мы последние, скажем так, лет пять уже не видели, чтобы так четко, красиво, соблюдая закон, работал парламент. Вот действительно, вчера, когда я наблюдал, как работал парламент, с точки зрения соблюдения регламента, с точки зрения соблюдения Конституции, с точки зрения соблюдения других законов, ну, все шло, знаете, по часикам. Каждый винтик на своем месте. Избиралось все вовремя, все правильно. Проводились правильно комиссии, давались отчеты. Ну, вот давно этого не было. И вот это о чем говорит. И сегодня, когда было продолжение работы этого парламента, тоже все четко, все плавно, все красиво. И это говорит о чем? Что, наконец-то, у нас Республика Молдова, я надеюсь, по крайней мере, становится на правовой путь хотя бы. Вот эти два дня показали, что мы стали на соблюдении Конституции, на правовой путь. И это очень хорошо. И вот это самая главная мысль, которую должны понять наши граждане. Что мы становимся на правовой путь. Если мы становимся на правовой путь, значит, у нашей страны будет будущее. И значит, мы выходим из того правового беспредела, которое мы имели последние 10 лет. Кстати, о беспределе. Вы хотите говорить про легитимность, вы хотите сказать, что все это было легитимно, и доказать это. Я понимаю вас. И я разделяю мнения и ваши, и тех юристов, которые на самом деле, вот весь сегодняшний день, говорили, что на самом деле это есть. Легитимность есть у президента, у правительства, у коалиции и у парламента. А вы в самом деле считаете, что эти вопросы так уж сильно беспокоят представителей демократической партии? Вы полагаете, что дело только в этом, или при любом раскладе, они вели бы себя так, как они бы себя вели, то есть в свою пользу? Вы знаете, задача их ясна. Не знаю, понимаете это с точки зрения человеческой, или человека, который терпит поражение, или группу людей, которые терпят явно поражение. Но задача их ясна – удержаться у власти любым путем. Ключевое слово «любым», которое подразумевает и незаконным путем. Именно для этого они и предусмотрели вот эту вот самую заковырочку, от которой дальше пошли танцевать и дошли до сегодняшнего беспредела. Смотрите, президент обратился в Конституционный суд с просьбой обозначить, с какого момента, прошу иметь в виду это, не что такое три месяца, а с какого момента исчисляется необходимость обращения его в Конституционный суд с точки зрения дальнейшего возможного распуска парламента. С момента валидации мандатов или с момента первого заседания. То есть 9 марта – валидация мандатов, 21 марта – первое заседание парламента. Что сделал Конституционный суд? Кстати говоря, в 2013 году по этому вопросу Конституционный суд дал достаточно обширное разъяснение в виде решения, где четко тоже определял, что вот именно с момента валидации мандатов мандат правительства прекращается, то есть возникает необходимость формирования правительства. То есть 9 марта в нашем случае. И это начинается точка отсчета тех трех месяцев для того, чтобы определиться. Не создали правительство в течение трех месяцев, значит президент может обратиться в Конституционный суд для получения разрешения на распуск парламента. В этом, в этот раз, Конституционный суд как бы отклоняет, признает недопустимым это обращение президента, ссылаясь на то, что в Конституции достаточно четко все прописано. Три месяца. Из какого момента. Но после слов «три месяца» в скобочках, почему-то вдруг появляется 90 дней. Но вы мне извините, есть календарь. Да. Который не всегда 30 дней. И когда берем любые три месяца подряд, три месяца это могут быть и меньше 90 дней, это может быть и равно 90 дням, это может быть и больше 90 дней. То есть Конституция имеет в виду не количество дней, а именно три месяца как отсчет времени. И любой, я еще раз говорю, даже школьник понимает, 9 марта появилось это основание, значит, 9 апреля, 9 мая, 9 июня. Вот когда истекает трехмесячный срок. Для чего это было сделано Конституционным судом? Явно по заказу департии. Причем вы обратили внимание, сделано это было в последний момент, чтобы поставить, подвести черту. Типа завтра вы уже не имеете права. Хотя завтра было всего лишь 8 июня. То есть они, когда речь зашла о досрочных выборах, они хотели, чтобы здесь поставить точку. Вот поэтому они себе создали такую вот так называемую искусственную неконституционную почву для того, чтобы признать типа того, что вот то, что произошло 8 июня вчера в парламенте, это якобы неконституционно. Хотя именно в этот день вчера и были решены все вопросы, связанные и с руководящими органами парламента, и что самое главное, создание правительства. Можно я дополню этот момент? Если можно, не очень долго, потому что время идет. Все юристы начинают обращать внимание на эти 90 дней, которые указаны в этом решении. На самом деле, описательную часть этого решения смотреть вообще не нужно. Есть решение, и есть, что они решили. Не допустим иск по причине того, что это прописано в Конституции. Все. Все. Мы не должны больше обсуждать, что написано, и почему они объясняют, что он недопустим. Это уже объяснение их. Либо смотри решение 2013 года, а там просто 3 месяца, и все объяснено. Они нам четко сказали, смотрите в Конституцию, там все написано. В Конституции написано 3 месяца. Мы не должны туда обращать никакого внимания. И второй момент, который наши телезрители, к сожалению, не знают, и везде это говорят. Ведь дело в том, что ты когда рассматриваешь от кого-то исковое заявление, ты должен пригласить в стороны. Как минимум того, кто это подал. Кто этот иск подавал. Или и объявить об этом заседании. Но мы с вами не видели, в течение, по крайней мере, мы смотрели последний раз, в 17.30, 7.00 мая, нигде не было, ой, 7.00 июня, извиняюсь, нигде не было объявлено о том, что Конституционный суд будет заседать по этому вопросу, а в 18.15 мы уже увидели решение у СМИ. И потом оно появилось на сайте Конституционного суда. Вот этот момент тоже очень важен. И люди должны знать, что не только здесь они нарушали, а нарушили и здесь процедуру. Я благодарю вас за столь подробное, вот вас обои, за столь подробное объяснение. Я понимаю, да, что это важно, но понимаете как, то, что вы сейчас говорите, оно совсем оказалось неважным для представителей демократической партии, потому что, повторяю свой вопрос, на этот раз уже, наверное, буду его адресовать вам, господин Мишин, ведь демократы прекрасно понимали, что присутствие послов в зале, это уже легитимность, хотя бы внешне, да? И вот то, что они сделали после их присутствия и те решения Конституционного суда, это тоже вопреки этой легитимности. Ну, оттолкнулись от этого. Да, оттолкнулись, но они это делали. В принципе, это было им уже не так важно. Вот вы согласны, во-первых, с этим? Нет, я очень согласен, тем более, помимо того, что там присутствовали послы, да? Как мы говорим, три основные стороны, которые заявили еще до заседания парламента о том, что если этот парламент соберется и будет принимать решение, это легитимно. Это выступил и посол Евросоюза, и посол Америки, и посол Российской Федерации. Присутствовали на этом заседании не только эти три посла, там еще 15 послов, дипломатов присутствовали на этом заседании. И это дает момент нам говорить о том, что это легитимно. Но Демпартия в данном случае попала в агонию. И у них сегодня для того, чтобы потом начать определенные юридические процедуры, был только единственный шанс обратиться к конституционному суду и получить от него решение. Ведь мы с вами должны понимать, что те решения, которые выходили 8 числа, я сейчас не буду заходить в процедуру, что они, допустим, решение, а не признать постановление парламента об избрании Зинаида Петровна Геричанной председателя. Она еще не была подписана. Они даже текста не знали, они не знали номера. Это обратил на это внимание господин Ешан. Ну, как генеральный секретарь Минюстон начнем с того. Так, помимо этого, они объявили неконституционными декреты президента, тоже без номеров. Ребят, извините, я понимаю, для чего вы готовили эту почву. Для того, чтобы объявить якобы, что происходит государственный переворот, потому что есть решение конституционного суда. Не надо из конституционного суда делать богов. Они всего лишь судьи. И должны... Никто и не делает. Господин Мишин, в принципе, вот то, что вы сейчас говорите, я просто для непонятливых-то ведь час назад Европейский Союз, да, то есть, если не поняли, да, то они сказали сейчас очень четко, что они поддерживают, ну, правительство, что они поддерживают, понимаете? То есть, вот я к чему сейчас говорю, вы сейчас как юристы, вы пытаетесь все время объяснить юридичную эту фигуру. Люди это не знают. Люди должны понимать, какая процедура должна быть. Я хочу сказать только одно. Будьте уверены, эта позиция Евросоюза, она однозначно основана на консультациях Евросоюза, с Венецианской комиссией и с судом европейским по правам человека. Это однозначно. Иначе бы такого категоричного заявления не было. То есть, и там всем все понятно, что все со стороны демократов шито белыми нитками. То есть, всем все понятно, и тем не менее, сегодня у нас было такое, как они сказали, я не знаю, собрание, как они это назвали, акция протеста, я не знаю, против чего они правда протестовали, но тем не менее, вот было, что было. Какую оценку можно дать их действиям? Вообще состоялось это, так как они это видели, или может быть, это по другому пути, вот это их собрание? Ну, понимаете, у нас вот это митинги, как мы говорим, в принципе, уже становятся нормой где-то, иногда эти митинги превращаются в какую-то обязаловку для какой-то части населения. И в данном случае то, что произошло сегодня, это была обязаловка, которая не была реализована вчера, потому что, а точнее позавчера, потому что это был рабочий день для госслужащих, потому что в основном упор тем партия делала на свой административный ресурс. Люди не хотели, и вчера массовый был отказ, и сегодняшняя так называемая массовость, ну, по оценкам МВД где-то порядка от 5 до 7 тысяч людей, вместо задекларированных 50 тысяч. Но дело даже не в цифрах, понимаете, а дело в сути этого так называемого мероприятия, потому что то, что сегодня услышал от людей во время выезда срочного в район, они мне сказали, вы знаете, люди с одной стороны были довольны, что они приехали в Кишинев, разбежались по городу, погуляли по рынкам, магазинам, что-то купили, а с другой стороны были возмущены, что их использовали, просто использовали, потому что всем потом было понятно, для чего это было сделано, типа показать какую-то массовую поддержку и так далее. Всем понятно, прекрасно, никакой массовой поддержки нет, наоборот, резкий спад этой самой так называемой даже административной поддержки для авторитета так называемого Демпартии, и сегодня люди уже прекрасно понимают, не вдаваясь даже в те тонкости, в которые мы сейчас попытались было в ДАЦе, всем прекрасно понятно, наступил конец этой эры, и это уже не наше только мнение и оценка, это вот и то заключение и мнение Евросоюза, значит, вчера посол Евросоюза высказался сегодня, уже очень, ну, самый высокий уровень Евросоюза высказался на эту тему, проконсультировавшись Венецианской комиссии и с Европейским судом, и завтра, поскольку есть разница в часовом полисе, я уверен, что завтра мы получим не менее, наверное, категоричную, вот, нет, так почему-то кажется, позицию и Вашингтона. Вот, так, то есть, многие задают вопросы, вы сейчас, Владимир Иванович, говорили, что всем понятно, а демократам это понятно? Понимаете, понятие демократы, как представитель Демпартии, я так понимаю, да, оно слишком обширно, речь идет о группе, которым это все понятно, но они не хотят, это, знаете, есть конвульсия, конечно, есть еще понятие цивилизованное, цивилизованное поведение, проиграл, так делается в Европе, кстати говоря, о которой они так много говорят, так делается, проиграл, цивилизованно, передай мирную власть, потому что в конечном итоге от того, что ты проиграл, не должны страдать люди, ведь если бы, не дай бог, сегодня те люди, которые меня позвали в район, вышли бы сюда, что бы произошло? А это был бы не один район, это было бы ужас, это был один район, который, нет, мне звонили и другие районы, я просто в ближайший выехал и с ними побеседовал, я не знаю, что дальше может произойти. А мы сейчас поговорим, я бы просила вас не забегать вперед, потому что, что дальше, это самое интересное в этой истории, вы как полагаете, руководство Демпартии, вот это понятно, что на самом деле поддержки-то у них уже нет? Им понятно, и первый звоночек, такой колокольчик, это был еще в пятницу, когда они пытались, то количество людей, которые сегодня приехали, насколько я знаю, они планировали вывести в пятницу, то есть в рабочий день, а уже на субботу, воскресенье, выходные должно было быть намного больше. И первый вот этот колокольчик о том, что та поддержка, которая была ранее, уже проваливается, ее нет, показало еще в пятницу об этом. Вчера поэтому и было отменено, ведь они отменили на вчера митинг, причем официально, почему? Потому что они попытались сконцентрировать это все на сегодняшний день, но и сегодня не до конца у них получилось. Поэтому я так думаю, что руководство Демократической партии сейчас, наверное, сидит и просчитывает все варианты, что им делать дальше, А давайте мы тоже просчитаем вот эти варианты. Мы этим занимались в предыдущих эфиров, я очень много услышала интересного. Вот да, потому что в агонии, в конвульсиях, что только сегодня не слышала. На самом деле что-то будут предпринимать. Вот что это может быть? Ну, вы знаете, это я сейчас высказываю чисто субъективное мнение, да? По-моему, есть у них, скажем так, три сценария, да? Первый сценарий, это как предложил господин Суркан, просто мирно отдать власть и уйти в сторону. Уйти в сторону, я имею в виду, в каком плане? Уйти в оппозицию. То есть, вот как это все время находилась партия социалистов, некоторые представители блока АКУ, то есть сидеть, четыре года выжидать и смотреть, что происходит и как, побыть оппозицией, да? Вот есть такой первый вариант, да? Второй вариант, это все-таки продолжить и силовыми методами попытаться узурпировать власть. То есть, не пускать представителей новых министров в свои кабинеты, в министерства, настраивать госчиновников, то есть, вот это есть еще один вариант. И третий вариант, да, у этой группы людей, которые я вижу сценарий, это просто тихо уйти, так, чтобы их и в стране никто не видел. Вот я на сегодняшний день, честно говорю, я вижу только эти три сценария. Вот четвертого пока не вижу. Каким сценарием они пойдут, сегодня очень трудно сказать. Вот второй сценарий, о котором я говорил, да, вот именно силовой метод, я бы на их месте очень сильно поостерегся. Почему? Вот были люди в эфира, говорят, им нужна дестабилизация. Нет, нет, нет. Вот нужна. Людмила, Владимир Иванович с чего начал эфир, да, почему он опоздал сюда? Потому что он был в одном районе и пытался успокоить людей. И вы поймите, сегодня во всех районах были люди, которые пытались успокоить людей, которые хотели на маршрутках, на рейсовых автобусах и чуть ли не пешком приходить в Кишинев. это я говорю о внутренней ситуации и поверьте, та дестабилизация, которая не устроит, они просто не понимают, во что оно выльется. Не хватит им тех начальников в МВД остановить это все. Поэтому тут я бы на такой шаг плюс к этому есть международное признание в виде Европейского Союза. Мы понимаем, что скорее всего и у Америки это появится, и у России это появится завтра. А в то же время господина Плохотнюка спрашивают, долго будет все это продолжаться? Он говорит, а мы идем до конца. Ну опять, конец каждый разный. Всегда каждый разный. Владимир Иванович, вы как? Вы знаете, я думаю, что они сегодня очень рассчитывали на то, что кто-то приедет из возмещенных и очень рассчитывали на то, что произойдут столкновения. То есть та самая дестабилизация, о которой я говорю. Очень на это рассчитывали. Обратите внимание, в основном практически входы всех министерств, за исключением Минюста. Но оно рядом с парламента, может быть, поэтому везде были срочно ночью под утро установлены палатки. Сидели самые разные люди. Возле МВД качки и прокуратуры. Возле другого министерства, допустим, я просто проехал утром, внимательно изучил ситуацию, посмотрел. Просто пожилые люди, которых привезли. я так где-то слышал, что, оказывается, господин Шор постарался тоже подтянул пенсионеров за определенную денежку. Бабушки спали на плече друг у друга на скамеечке перед входом министерства, чтобы приехала разъеренная толпа, а вдруг на кого-то наступит. Понимаете? Но это же цинизм неимоверный. Я думаю, что есть еще четвертый выход из этой ситуации. А именно, если действительно протрезветь, что называется, и понимать, что если ты декларируешь, что ты хочешь добра для этого народа и для страны, то не просто мирно передай власть. Да, уйди в оппозицию, но займи ту самую так называемую конструктивную позицию в этой оппозиции. Недостатки критикуй. Предлагай что-то действительно хорошее, для того, чтобы что-то сдвинуть с точки зрения благосостояния этого народа. Если ты хочешь добра этому народу. А если ты думаешь только о том, как себя любимого защитить, себя любимого. В конечном итоге на чем держится сегодня? На силовых структурах. На силовых структурах. И поэтому я просто хочу обратиться к своим бывшим коллегам еще раз, работникам и Министерства внутренних дел, я очень много людей знаю, работал с ними и в органах прокуратуры, многих знаю в службе информации и безопасности. Они, кстати говоря, меня вчера допоздна информировали о том, что готовится. И это не случайные были какие-то опровержения было сделано генпрокуратурой, да нет, ничего подобного нет. Ничего подобного. Я-то знаю прекрасно, что были сформированы группы без указания адресов, в которые входили работники генпрокуратуры как назирающие, работники таможенной службы, СИСа, МВД, оперативная группа, которая должна была вважать по конкретным адресам, задерживать людей, проводить обыски и так далее, и так далее. Я это все знал вчера ночью, об этом проинформировал, как оно надо было. и дал понять, точнее, не я, именно лично с ними говорил, я так понимаю, что эта информация потом была доведена до сведения, что, дорогие мои, но это уже будет не просто беспредел, это просто уже какой-то я не знаю там атовизм доисторический. В любом случае все, в том числе депутаты, пользуются иммунитетом. И как ты будешь вдруг на это идти? Ну это другая история, мы этого, кстати, говорим, мы сегодня еще раз обсудили во фракции, говорим, мы этого абсолютно не боимся, не беспокоимся, но это будет последняя капля, если они на это пойдут. Вот другой подход, четвертый, который я вам сказал, окей, хорошо, признайте, да, мы, к сожалению, проиграли, но вот давайте вместе подумаем, ведь надо в конце концов думать о людях, которые избрали и их, и нас, и окум. А как быть, если на самом деле вот эти люди, которые сейчас руководят этим сопротивлением ДПМ, как они это называют, они просто-напросто боятся, что сейчас их привлекут к ответственности, заслуженной ответственности, за то, что было сделано за все эти годы, и они прекрасно понимают, что никто их по голове не погладит, поэтому вот этот вариант им представляется, на мой взгляд, маловероятным, Владимир Иванович, потому что они понимают, что настало время. Господин Миша. Нет, ну, вы знаете, опять, мы, насколько увидели за эти годы, там сидят прагматичные люди, да, они просчитывают все варианты, и в любом случае, если у вас есть действительно реальное желание, я сейчас говорю именно о реальном желании, передать это мирно, да, уйти в оппозицию, какой она будет, конструктивной, неконструктивной, это уже мы посмотрим по ходу, да, мы не можем сказать, то есть, мы видели многие партии, которые называли себя конструктивной оппозицией, но на самом деле вытворяли бог знает что, да, какой вы будете оппозицией, это вы посмотрим, но, вы же можете прийти, и как, да, Владимир Иванович, просто договориться, ведь политика, это что, это метод переговоров, вот сегодня партия социалистов и блока КУП смогли договориться, хотя два абсолютно полярных фланга, один левый, другой правый, но они смогли, ради народа, вот если этот прагматизм у них будет, есть ключевое слово, если будет, если будет, естественно, понимаете, сегодня дать гарантию, по какому пути кто пойдет, очень, очень сложно, я знаю, я могу только одно сказать, я знаю, по какому пути будет идти господин президент, он ни в коем случае не будет никогда нарушать закон, да, и будет вести ту политику, которую он вел до сих пор, до сегодняшнего дня и далее, и мне, вы знаете, как, это президент, который избран народом, любите вы его, не любите, это второй вопрос, да, но доходить до того, чтобы пачкать его семью, оскорблять его семью, это, ну, мягко, я даже не знаю, как в эфире подобрать, какое слово, да, цинично, вот так, то есть, такие попытки, это просто цинизм, они есть, так, я так понимаю, ну, вы уже рассматривали, сколько раз, вот, с теми же индюками, и так далее, и тому подобное, сколько, с теми же видео, которые повыкладывали, ну, мы много чего видели за эти два дня, давайте, ну, не будем это скрывать, не будем это скрывать, но вы, понимаете, вы это давите на семью, вы думаете, что Игорь Николаевич в политике не первый год, и прошел и не такие давления, и если они подумали, что они на это, этим повлияют на него, нет, и та же партия фракции социалистов, там тоже опытные политики, которые прошли не один шаг, и не одно испытание, и в блоке АКУМ тоже борцы, и на самом деле, вот те видео, которые они якобы должны были, ну, я понимаю, они красиво их построили, на уровне того, что вот он договаривался, вот только так, а что ж вы вырезали, там может и Америка была, и Европа, а что ж вы только ставите одну часть, понимаете, поэтому, когда делается монтаж, он должен делаться профессионально, вы на телевидении это знаете, поэтому не надо этого делать, вы тем самым думая, что вы разразните, вы больше соединили, поэтому сейчас, мой совет, да, или мое видение этой ситуации, они должны прагматично подумать, и попытаться, с наименьшими потерями для себя, отдать эту власть, и перейти в конструктивную оппозицию. президент предложил утром им вариант, он сказал о посредниках, они не отреагировали, предложил им вариант, давайте, вот раз такая ситуация, давайте, если вы не хотите напрямую, и в ответ мы увидели то, что мы увидели, это тоже, кстати, весьма показательная реакция, согласитесь, ведь так? Да, совершенно верно, вообще, я вам хочу сказать, что сегодняшнее интервью президента, я думаю, что они должны очень внимательно изучить, что называется, с ручкой, во-первых, и, кстати говоря, все люди прекрасно поняли, что все эти слухи, разговоры, о каких-то там закулисных, подковерных договоренностях, каких-то там зависимостях, и так далее, и так далее, сегодня, или вчера, давайте так, сегодня еще раз убедились, что это блеф, это блеф, человек, который чувствует и понимает, что есть что-то, что его может в конечном итоге сшантажировать, так бы не поступил, поверьте мне, все было очень четко и откровенно сказано, от А до Я, в том числе, были раскрыты некоторые, наверное, элементы тактики ведения переговоров, потому что переговоры, это не только сели друг к другу, честно, откровенно сказали, это где-то надо немножечко, где-то чуть-чуть больше, что-то скрыть, что-то подбросить, ну, такова политика, и это очень искусно все было сделано, и те попытки, которые были, допустим, вот, Дадон хотел федерализировать страну, а мы на это не согласились, стоп, да оказывается, совершенно по-другому все было, и даже не подумали о том, что ведь так же, как вы, так и другая сторона, а уж российская сторона, это более чем искусные переговорщики, и люди, которые имеют возможности отфиксировать и зафиксировать все, что было предложено, почему было предложено, и чем это закончилось, поэтому в конечном итоге здесь есть несколько выводов, которые должны для себя сделать, ну, во-первых, должны, уже сделали люди, люди полностью, все поняли, что никогда не было, нет и не будет, чтобы президент Дадон и партия социалистов была зависима от партии демократов, и лично от господина Плохнюка, это первый вывод. Второй вывод, никогда не было и не будет, чтобы мы пошли на поводу у тех, которые хотят вреда народу. И третий, мы очень гибкие и достаточно прагматичные переговорщики. Если речь идет об интересах народа, то мы готовы в том числе пойти на временное соглашение, может быть, в этом-то и компромисс, в чем-то где-то уступить, одна и другая сторона, но пойти ради интереса народа, в том числе, на то, что называется, кто подумал, что правые и левые могут объединиться на уровне не митинга, а на уровне правительства, на уровне парламента. Но это произошло, потому что и одни, и другие руководствовались одним. Надо что-то сделать, чтобы эту страну спасти. Это на самом деле было удивительно. Сегодня спрашивала представителей партии социалистов, у нас тоже были в эфире, и представители блока ОКУМ, насколько, как удается сегодня коммуницировать друг с другом и вырабатывать общее решение. Все говорят, да, все хорошо, у нас есть разные позиции, но в конечном итоге мы приходим к общему знаменателю и очень такие сравнения емкие. Вы так удивляетесь, господин Мишин? Нет, я не удивляюсь, просто я еще раз говорю, я за эти два дня, почему я говорю, да, я увидел работающий парламент. То есть, о чем это говорит? Что действительно компромисс находится по каждому вопросу. Каждый законопроект не вызывает никаких бурных отрицательных эмоций. Почему? Потому что прежде чем его внести в зал заседания, он обсуждается, да, как говорят, как политики, да, нашли общий интерес, выработали единую позицию и уже после этого внесли в зал заседания. Ну, так по логике и должен работать парламент. Вот сегодня мы это видим. Вот сегодня действительно это происходит. Это происходило и вчера. Поэтому, да, действительно, два, смотрите, у блока ОКУМ, там вообще две фракции, да, давайте уж быть честным, это соединенная программа, они между собой нашли компромисс сначала и потом еще две фракции в виде блока нашли с третьей фракцией компромисс. Ведь мы на самом деле говорим сегодня о компромиссе между тремя фракциями, тремя политическими силами, а не двумя. Это еще больше высокий результат и уважение. Но самое главное, что я вижу в этом временном соглашении, что действительно все три фракции забыли о своих личных амбициях ради нашего государства. Вот это самое главное. Вообще, я извиняюсь, только два момента. Понятие амбиция и эмоции в политике это моменты, элементы, которыми ни в коем случае нельзя руководствоваться. Кто начинает слишком увлекаться амбициями или эмоциями, тот проиграет. Не об амбициях, но возможно немножко об эмоциях, потому что позиция рядовых членов партии, рядовых депутатов. Вот так ли безобидно то, что они на данном этапе молчат, когда видят, что это беззаконие, они как бы без позиции в этой ситуации. Служащие, которые якобы считают себя министрами, и они продолжают исполнять свои обязанности. Расскажите, пожалуйста, об ответственности за эти шаги. Ну, понимаете, вообще идеально было бы, чтобы министр был политической фигурой, а аппарат, государственные министры, как раньше говорили заместители, были техническими фигурами, служащими, которые занимаются политикой, которая отдана в компетенцию этого министерства. К сожалению, у нас в Молдове пока такого не происходит, или не всегда это происходит. У нас, знаете, было такое время, что оно, по-моему, еще не ушло, когда и уборщица по партийному принципу подбиралась. А, кстати, демократы подстраховали своими генсекретарями. Хотя, в целом, ради министерств я не буду называть, чтобы никого не выделять и не наоборот. Есть люди, которые действительно с точки зрения технической хорошие специалисты, знают прекрасную материю, знают, как администрировать эту политику и так далее. Вот, что бы я рекомендовал просто вот нынешним министрам? Казалось бы, все люди достаточно уважаемые, значит, с опытом определенным и так далее. Ну, хотя бы для своего собственного, как у нас говорят в Молдове, лица, да, своего собственного я, для чистости своего имени. Ну, сделайте то, что называется откровенный, честный ход. Вы поняли, что те, которые вас выдвинули как политическую фигуру министра, они проиграли, они должны уйти. Они вас сегодня используют как щит. Да, первый щит это те, которых там посадили в палатке эти. Вроде бы, как это спасет от реализации вчерашнего решения о новом правительстве. И второе, это используют уже их непосредственно. Мол, пока он есть, он же как это, вдруг к нему зайдет в кабинет другой и скажет, я министр. А он скажет, нет, я министр. Нет, надо иметь честь и достоинство. И сказать, да, я знаю и вижу, тебя назначили министром, я оставляю тебе эти свои дела. Если ты сделал свое дело добро, честно и допорядочно, значит, тебе не за что беспокоиться и стыдиться. Поэтому моя рекомендация. Отдайте эти места, когда-то вы к ним возможно еще вернетесь. Нет проблем. Но для этого вы должны доказать, что вы именно профессионал, а не человек, которым двигают как пешка. Спасибо. Ну, мне как бы добавить трудно после такого детального рекомендации. Владимир Иванович, надо это вот непременно, как в качестве памятки. Вы знаете, я бы очень хотел, чтобы эта рекомендация, вот действительно, как рекомендация, дошла не просто вот в уши зашла и вышла, как говорится, а вот дошла до мозга людей. Если же все-таки останутся те министры, или ИО-министры, потому что у нас все ИО были до вчерашнего числа. У нас вообще министры на данном этапе, это те люди, которые члены правительства Майсан. Мы сейчас говорим о тех, которые не хотят передавать утвержденным министрам, да, то есть ИО, которые были до вчерашнего дня, пока не приняло присягу, как у нас это прописано в Конституции, новое правительство. Они должны уступить, не хотят уступить. Значит, вновь избранные утвержденные министры должны пойти на другие методы тот же министр внутренних дел. А на какие методы? Это хороший вопрос. Вот очень простой. Министр внутренних дел, да, сейчас это вице-премьер господин Андрей Настасья. Если он не может попасть в здание, к примеру, да, и зайти в тот кабинет, в котором он должен находиться, в министерстве внутренних дел есть понятие коллегия. То есть он эту коллегию может созвать в другое место как министр и дать соответствующий приказ как министр внутренних дел. И вот я хочу посмотреть на тех офицеров, не начальничков, которые там находятся, а на офицеров среднего и низшего состава, которые этот приказ не выполнят. А мы сейчас спросим, какой экс-министр внутренних дел. Я не буду привязываться к министерству внутренних дел, чтобы я хочу сказать просто наверное другое маленькое юридическое замечание. Со вчерашнего дня после принесения присяги все те, кто был сегодня уже не министр. И они зарплату уже не имеют права получать. Подумайте об этом в том числе. Что вы уже не работаете. Вы не имеете права на зарплату. Просто-напросто. Лучше передайте нормально свои дела. Поделитесь опытом, поделитесь своими соображениями. Тем, что вы не доделали, если вы хотели что-то делать. Я не знаю, ну допустим, министр внутренних дел, он как бы экс-министр внутренних дел, он сейчас и депутат парламента. То есть ему проще всего отойти. Сложнее, наверное, другим это сделать. Но не просто отойти экс-министру внутренних дел, потому что это все-таки силовое министерство. Силовое министерство. Это люди при погонах, это люди при оружии, при специальных средствах с особыми полномочиями. И поэтому здесь должна быть кроме всего прочего еще особая ответственность. Ты должен понимать до тех пор, пока ты сопротивляешься, не хочешь это признать, ты тем самым ставишь в очень неудобное положение своих коллег, которые не знают, что же им делать. Вроде бы мы с ним работали, а назначен другой. Кто-то говорит, да нет, это незаконно. Ну они же все юристы, все прекрасно понимают, что все это шито, как мы говорили перед этим белыми нитками. И если кто-то будет так себя вести дальше, то тут наступает другой момент. Дорогие мои, за это придется отвечать. Мирный уход, честь и хвала, что вы поняли и сохранили свое лицо, сопротивление и добровольный неуход, это уже основание для ответственности. У нас очень мало времени остается, я все-таки хочу, пожалуй, вас, первых участников, которых спрошу, прогноз, как из этой ситуации выйдет страна. Если можно очень кратко. Я понимаю, что сегодня это самый сложный вопрос, но мне интересно услышать ваше мнение. Я надеюсь, еще раз говорю, я надеюсь, что все произойдет мирным путем и тот легальный парламент законный, который у нас уже существует, и то правительство законное, которое у нас существует и назначено указом президента, просто завтра, послезавтра приступит к своим основным обязанностям. Тем более, я не понимаю, почему даже демократическая партия сегодня сопротивляется и не признает легальность. Вы же проводили референдум, вы просили, чтобы был 61 депутат. Вот сидит 61 депутат, который принимает эти решения. Это полный кворум, это согласно закона, соответственно, все легализовано и это признано международным сообществом. Поэтому, все-таки, я надеюсь, что сейчас остынут те пылкие заявления, та пылкость, которую мы видим эти три дня, возобладает разум, и вот за следующие два дня мы увидим резкий поворот и что все войдет в мирное русло и наша страна, Молдова, встанет на другой путь и мы начнем меняться. Вот у меня это надежда. Я как оптимист. Спасибо. Да, оптимистично. Я надеюсь. Я в какой-то степени уверен в том, что завтра будет решающий день. Почему? Решающий, потому что все-таки осталось мнение последнего из тех трех переговорщиков, которые были здесь, которые во многом сыграли решающую роль для того, чтобы создать почву для этого временного соглашения. Я думаю, что представители госдепартамента США или на каком уровне выскажут свою тоже позицию. И в этом случае надеюсь, что все-таки благоразумие возьмет вверх. я не думаю, что это самый лучший выход для имиджа страны, когда представителем, с послом конкретного государства или Евросоюза или Соединенных Штатов министр А, Б, С будет входить в помещение какого-то министерства и присутствовать при представлении того или иного министра. Но это будет позор для Молдовы и для этого министерства. Но хочу вам сказать, я очень бы не хотел, и вот здесь я применю слово надеясь, чтобы дошли до того в течение этой недели, чтобы роль матроса-железняка взял на себя народ, который просто-напросто приедет и никто его не остановит в столицу и скажет «А ну хорош, выметывайся». Мы хотим, чтобы были те, кому мы доверяем, кого мы избрали. Вы знаете, из этой ситуации, если можно буквально из-за ситуации, которые, кстати говоря, договорились. У нас есть один очень хороший плюс для имиджа Республики Молдова. По-моему, впервые Республика Молдова помирила между собой Российскую Федерацию и Европейский Союз и США. Это вот такой плюс для имиджа очень большой. Да, мы обратили тоже на это внимание. Благодарю вас за участие, благодарю наших телезрителей за то, что вы нас смотрели, потому что мы весь день сегодня выходили в эфир и предлагали вам мнение самых разных участников. И что могу сказать? Конечно, будем надеяться на то, что возобладает оптимистический сценарий. Спасибо вам большое. Что пройдет все мирно. Пройдет все мирно. Конечно. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова